Тройным подписчикам и гостям я Джетли. Сегодня, именно сегодня, именно в этом видео я хочу рассказать вам на волне вот это вот историях о типа Яндекс.Такси, о том, что случилось в такси, о том, что случилось в такси со мной. Скажу сразу, что у таксистов тоже есть рейтинг клиентов, и если к вам подсылают каких-то очень немутных, очень странных таксистов, значит у вас маленький рейтинг. А почему у вас маленький рейтинг? Потому что вы не оставляете таксистам чаевые. Даже если не учитывать тот фактор, что таксист может купить себе аккаунт с рейтингом, в котором будет 5 звезд на типа 100 баллов, и этот рейтинг клиенты, то есть вы можете понижать, если вам что-то не понравилось в поездке. Ты мой маленький, ты такой кусачий? Бесенок! Посмотри туда, посмотри туда, посмотри туда, поздоровайся. Поздоровайся! И этот рейтинг клиенты, то есть вы можете понижать, если вам не понравилась оценка, и этого таксиста уже не будут отправлять на хорошие заказы. Допустим, если у вас идеальный рейтинг, то есть вы всегда оставляли чаевые после поездки, и вам прислали какого-то очень странного таксиста, который вам не понравился, и поездка вам не понравилась, вы можете поставить просто единичку ему или вообще не ставить, и у него рейтинг будет понижаться. И всё как бы потом, у него с этого аккаунта весь рейтинг слетит в ноль, но он всё равно будет работать с этого аккаунта, и ему придётся уже как бы самому набивать этот рейтинг. Так что имейте в виду, если вам попался какой-то странный таксист, то вы либо в первый раз ездите на такси, либо вы не оставляли чаевых, и у вас никакой еще рейтинг. Всё просто. Хотите хорошей поездки, оставляйте чаевые. К Яндекс.Такси, если честно, у меня вообще никаких пререканий нет. Езжу я на нём довольно часто, и это связано с работой. И 5% чаевых оставляю всегда, поэтому... Итак, перейдём мы, пожалуй, к самой истории. Эта история приключилась со мной одним поздним вечером, когда я была у друзей на день рождения. Я была не накрашена, и они мне заказали такси. По-моему, это такси называлось Ангел. Может и не Ангел, как бы я не очень знаю, но вот по Подмосковью колесят, по-моему, 3 фирмы. Если, конечно, отбросить Юбер, но это не совсем... Если вам будет интересно что-то про такси, я расскажу об этом в отдельном ролике. Разумеется, если вы напишите об этом в комментариях. Так вот, вызвали они мне такси. Минут через 20, хотя обещали через 5, приехал какой-то очень странный таксист. Я бы сказала, выходец. С Кавказа. Но я никогда не сужу людей по внешности, по национальности, потому что мне кажется, что все знают, что глупо судить человека исключительно по расе или национальности. Один человек. То есть один плохой человек не показатель того, что вся национальность это просто... Потому что, допустим, вот про русских тоже можно очень многое сказать. В такси я очень люблю разговаривать с водителем. Мы с ним вроде как хорошо поболтали, пообщались. Мне, конечно, начали читать нотации, то, что курить вредно, хотя мне разрешили курить в машине. Так вот, мне почитали нотации. Ехали мы вместо часа, по-моему, час стандартное время поездки из одного Подмосковья в другое. Ну, там такой путь по Ленинградке был. Вот, мы, по-моему, ехали полтора или даже два часа. И он завез меня вообще непонятно куда. Потом мы очень долго искали дорогу к месту назначения. Это, получается, к дому, где я живу. И уже, по-моему, было время за полночь. И когда мы почти приехали, он стал напрашиваться ко мне домой. Я такая, чё? Какого хрена, блин? Я, разумеется, сказала нет. Потому что, ну как бы, блин, это вообще не круто, когда незнакомый человек ночует у тебя. Таксист. Он может уехать назад, он может уехать на свою стояночку. Поставить машинку, пойти домой, и всё. Но нет, ему надо напроситься ко мне. Ну, за что? Зачем? Ну, потом я, конечно, узнала, зачем. И вот настал момент, когда мы приехали, и я спрашиваю, сколько с ним. Я сидела на заднем сидении, и у него стоял там счётчик. Я его не особо видела, потому что линз на мне не было. И он такой, от соси мне, и мы в расчёте. И я такая, А? Чё? И вот этот момент меня, конечно, заставил задуматься. Если таксист предлагает так рассчитаться за поездку, значит, у него были уже такие прецеденты. И, блин, меня это немножко шокирует, если честно. Как бы, если у тебя нет денег, то зачем заказывать такси? Ты можешь либо переночевать, там, где ты находишься, либо дотопать ножками, либо, в конце концов, поголосовать, поймать какую-нибудь машинку, или на попутках доехать. Да, это опасно. Но, если, допустим, на улице зима, это лучше, чем просто замёрзнуть. В конце концов, есть круглосуточные магазины, какие-нибудь хостелы, где можно за 200, хотя 250, ну, где можно за 250 рублей просто взять и переночевать. В чём проблема? Либо люди настолько жадные, что им впадло платить, и способ отдачи денег осуществления вот этого вот бартера натуры им кажется более правильным, что ли. В общем, с тех пор я езжу только на Яндекс.Такси, потому что, допустим, как в Uber, у них высвечивается FIO, владельца машины, собственно говоря, машина, и номер телефона. И, если что, если случается какая-то ситуация, вы можете включить запись на телефоне, запись на камеру, запись на диктофон, неважно, и всё это задокументировать. И потом у вас будут, как бы, хотя бы какие-то доки, чтобы обратиться в полицию. Мне бы, конечно, очень хотелось, чтобы вы написали в комментариях, было ли с вами что-то подобное, и вообще, как вы относитесь к такой ситуации, потому что лично меня, лично меня она повергает просто в полнейший шок. Как вообще можно, ну, блин, так делать? Это жесть какая-то. Я бы вам рассказала ещё парочку каких-нибудь историй, но, честно говоря, я не особо понимаю, каких именно историй вы хотите. У меня есть некоторые мистические истории, некоторые истории, которые могут выставить меня, не знаю, какой-то героиновой наркоманкой, психопаткой, просто непонятно кем, и поэтому я, как бы, не хочу их просто вот так, вот без каких-то просьб выкладывать, записывать. В общем, пожалуйста, напишите в комментариях, какие именно истории вы хотите слышать, потому что, ну, я теряюсь. А видео обо всех историях записывать, это слишком длинно. Если вам понравилось это видео, можете поставить лайк. Если нет, можете поставить дизлайк. Если вы обоснуете свой выбор в комментариях, это будет очень здорово. Потому что я хочу с вами общаться, а вы как-то со мной, ну, не очень общаетесь. Я надеюсь, что у вас никогда не будет таких ситуаций, и спасибо за просмотр. Всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok